Жилой комплекс «Малая Павлина» появился на карте 8 лет назад. Благоустроенные дворы с современными игровыми и спортивными площадками обо всём приходится здесь только мечтать. Почему жилой квартал всё чаще сравнивают с гетто, узнали мои коллеги. Вот такая вот пыль лежит у нас на всех почтовых ящиках. График уборки подъездов отсутствует, уборщиц не хватает. Как результат, грязные полы и подоконники. За чистотой территории в 4 гектара следят всего два дворника. За двухлетнее управление, а точнее отсутствие управления управляющей компанией «Теплорюб», наш ЖК, наверное, постарел на лет 20. Ни благоустройства, ни уборки, ни содержания подвальных помещений, чердачных помещений, ничего. Жители хотят жить комфортно и безопасно. Общетомовое имущество в недовлетворительном состоянии. Протекает крыша, потоплены подвалы. Детские спортивные площадки зимой не чистили. Представители управляющей компании только кормят обещаниями. Жители обращаются в управляющую компанию, говорят, что есть протечка. Как реагирует управляющая компания? Через неделю приходится, оставляя так, уже по факту высохших разводов на стенах, сильный дождь. У нас сейчас сразу опять начинаются эти протечки. Почему мы чего-то должны ждать, если страдает наше общее домовое имущество? Ни в одном месте лопатой кровля не пробита. Со всей ответственностью заявляю. Не из-за того, что управляющая компания что-то сделала или повредила. Это за счет снега и большой массы было. Вот и все. По актам действительно были моменты, когда выходили поздно. Все работы только запланированы на весенний-летний период. Если управляющая организация плохо исполняет свои обязанности, жители вправе добиваться снижения размера платы за жилищно-коммунальные услуги. Но пока в Малом Павлине выставляют платежные квитанции с внушительными суммами. За однокомнатную квартиру около 7 тысяч, за трешку – более 13. Управляющая компания не справляется с выполнением своих обязанностей. Жители крайне недовольны. Сегодня мы посмотрели и спустились и в подвал, и состояние детских площадок, вы сами видите какое. Будет поставлен вопрос о смене управляющей компании. Жилой комплекс состоит из 17 корпусов. Здесь проживают почти 630 семей, и каждая хочет жить в комфорте. Если смена управляющей компании все-таки предстоит, жители надеются, что ее выбор обязательно с ними согласуют.